Аномали стал культовым творением в сталкерской среде. Состоянием на сегодня сделано огромное количество аддонов на этот мод. Один из самых крутых аддонов на Аномали это Гамма. Я уже давно хотел попробовать этот аддон. Один из подписчиков меня постоянно байтит на это прохождение. И сегодня я начинаю войну группировок в хардкор моде под названием Аномали Гамма. Мало кто играл в гамму с войной группировок. Объяснение этому довольно простое. В подобных модах важная часть прохождения это раскачка своего персонажа. Но с войной группировок это станет делать намного сложнее. Потому как просто некогда. Война группировок будет нас постоянно подгонять и не даст отдохнуть ни секунды. Как мы с этим справимся и насколько вообще играбельна война группировок мы узнаем сегодня в этом ролике. Начнем хардкорное прохождение самого технологичного аддона на сталкер. Ребятки, приятного просмотра и здравого аппетита. Не забывай подписываться и ставить лайк. А также переходить в телегу, чтобы не пропускать новости. На канале проходит турнир и время от времени выходят разные летсплеи. Добро пожаловать в плейлисты. Сыграю я сегодня за группировку нейтралы. Эта сборка для меня что-то новое. Я в нее играю в первый раз. Для меня изначально врагами будут монорит, бандиты, наемники и военные. Также есть как группировка зомбированные. Есть и ИГ вроде бы и ренегаты. Но они открыты для выбора в аномале при прохождении сюжета. Сложность игры средняя. Дабы не обосраться с самого старта. И сложность экономики мусорщик. Выживание меня убьет нафиг. Будем проходить квесты. Будем воевать. Захватывать новые территории. А отношения здесь динамические. Список врагов, которые сейчас, может измениться в любой момент. Все зависит от моих действий и действий моих соклановцев. Напомню о том, что важная составляющая этого аддона, это развитие игрока. РПГ, связующие. Можно начинать, комплект собран. Ой, это будет жестко, наверное. Welcome to Stalker Gamma. Check you PDA. Гайд. Вижу, что нет миникарты. И очень проработанную графику. В общем, много мне придется голову ломать, прежде чем я разберусь в этом моде. Сразу же есть скиллы у нас, навыки персонажа. Выживание, выносливость, мародерство и сила. Все они будут повышаться по мере развития персонажа. То есть, походил, уже выносливость повысилась там. Сейчас. Сейчас будет. Ну давай повышайся, я хожу. Блять. А вот, 1% есть. Сила 2%. Это то, что я ходил. Сила это переносимый вес. Множитель урона в ближнем бою. Выносливость это потребление выносливости и множитель скорости. То есть, быстрее буду бегать, меньше будет использоваться выносливость. То есть, выживание это урон, кровотечение, шанс потерять часть с монстра. Мародерство это шанс потерять предмет. То есть, залутаешь, не залутаешь ты кого-то. Здесь тучи ходят. Тень от туч. Ну, настройки я поставил максимальные. А какой здесь балдежный туман. Локации здесь все те же, что и ваномали, и оригинали. Давайте все наденем, оценим обстановку на карте. Война группировок в силе. Сталкеры двигают на агропром. Сразу же сходу замечаю. На кого они идут, я не знаю. Ну, кстати, бандиты. Нет, и мутанты. Нейтралы также в бою с кем-то на агропроме. Не знаю с кем. Возможно, с военными. Да, там ученые, военные, сталкеры, там кучка. Над эпохи сталкеры. На кордоне практически все в сталкерах. Вот сейчас, думаю, стоит АТП выбить. И угроза от военных исходит. АТП скоро будет. АТП деревни новичков, старый тайный лагерь, это их цели. И до следующего отряда у них 3 часа, серьезно? До отряда обороны 10 минут, а до патруля 3 часа. 3 часа, мать его. У нас что, не хочет наводиться? Не понял, а что? Где информация? Ну вот, есть на старой ферме информация. 3 часа. В общем, все плюс-минус так же у всех. Каждые 3 часа спаунятся отряды. И это вообще-то хорошо. Это время для нас раскачивать персонажа, прокачивать. Здесь все происходит медленно. Мы прокачиваем персонажа, выполняем задания и зарабатываем деньги. Будем как-то совмещать РПГ и войну группировок. Мне хочется побалдеть в этом моде. В дополнение к основному прохождению на канале. Хотя, может, это станет основным, я не знаю. Будем миксовать и стасончика, и это. Потому что, если я буду одного стасончика проходить, у меня очко крайне сильно сгорит. В общем, да, нейм я не поменял. Почему бы не Бабуин, я не знаю. Первое, что пришло в голову, допустим. Куча тупых мыслей, и это самое умное вообще, на самом деле. А, тут не изменилось. А, оно не сохраняется почему-то. Ну и бог с ним. Просто знайте, что у меня персонаж Бабуин. Есть какая-то работенка? Посылочку отнести на янтарь. Быстрыми переходами я бы не пользовался, да? Вообще, пишите, стоит ли использовать быстрые переходы. Но знайте, быстрые переходы, это урон персонажу выносливо с ним будет качаться. А это важно. Он у меня сейчас собака сутулая и медленная, и скорее всего очень устает быстро. Фанат, что-то я не видел тебя тут раньше. Очередной новичок. Так, это КМБ. А за охотой патроны полученные. Спасибо. Этим мы займемся, когда у нас будет время. Все тут рядом. Стойте, а костры тут не просто так, да? Сохраняться можно только у костров. Так это вообще бомба. Я очень люблю подобную тему. Она помогает погружаться в игру. И все же меня интересуют военные, когда там у них действия начнутся. Ну, где-то 3 часа еще, да? У нас еще есть какое-то время, а потом начнется какое-то месиво. Обалдежная здесь музыка. Блин, прикольно. Я уже прям погрузился. Тут есть разные решейды. Если что, можно играться с помощью кнопочки Home. Клавиша есть такая. И можно выбирать разные решейды. Решейд гамма, вроде самый адекватный. Мне нравится. Что у меня есть? Вроде какой-то комплект имеется. Я надеюсь, сложность у меня вменяемая. Которая принесет мне только кайф. Ну и проблемы тоже. Без проблем жизнь скучна. Надо зайти к Сидеру. Возможно, у него какая-то работа есть тоже. Опа. Сломанный детектор. Используется для крафта. Можно отклик сделать. Дозиметр из него можно сделать. И это круто. Надеюсь, здесь болты не заканчиваются хотя бы. А, заканчиваются. Ха. Я бы где-то эту функцию вырубил. Ладно, пока не буду этого делать. Не буду искать. Хрен найду все равно. Вы отпишитесь, ребятки. Я знаю, вы знаете. Буду благодарен. Здоров. Можно обменять найденную броню на кое-что из вашей фракции. То есть из сталкерской. Легкий комплект. 5 штук. Средний комплект 10 штук. Научный костюм 15 тысяч. Экзоскелет тяжелая броня 30 тысяч. Что-то дешево. Тяжелая броня с приводом от экзоскелета 45 тысяч рублей. Посмотрим вообще, как сложно добывать деньги. По экономике аптечка 3000. Что ж, надо улучшать свои отношения, чтобы дешевле все было. А вообще-то у нас проблемы. Тут военные занимают территории возле деревни новичков. Движется к цели еще один отряд. Такое чувство, как будто бы они ускорили спаун. Может, мне кажется. Вот, куда-то они выходят. И целых два сквада, кажется. И третий уже шевелиться начал. Мне кажется, у нас проблемы. Так, ознакомления окончены. Фаната надо как-то оставить в живых. Вот и волк. Расскажи что-нибудь. Ничего не может предложить. Бля, ну у Сидоровича забыло задание взять. Надо пацанам рассказать, что тут мутки скоро начнутся. Они близко. И бандиты идут сюда. Но это пока один бандит. Ничего слишком страшного. А сохраняться можно только у костров. Модель прикольная. Морда из теней Чернобыля. Надо сделать все, чтобы наши выжили. Как можно больше наших. Ух, пронесло. Они обошли. Возможно, они мутантов всех выцепят. Они пошли на АТП. Это к лучшему. Не уверен, что готов отражать три отряда военных в данный момент. А все. Кстати, КМБ закончено, да? Завалили всех. Молодец, боец. Так, трофеи все собрал. Если не получилось, то не переживай. Со временем научишься. В аномалию пойти надо дальше. Ладно, пусть они на АТП там делают, что хотят. Я же могу нанять новичка. Отряд новичков стоит тысячу. У меня этих тысяч пять. Хорошо. Стрена, дай пройти. Вот он, отряд новичков. Пошел, видать. Сейчас посмотрим, куда они пойдут. А слышишь, в напарники не пойдешь? Интересный КПК ему доставить. Вот зря взял. Отношения сейчас нарушатся. Он сдохнет, я уверен. Сейчас замес на АТП идет. Мы же идем на свалку с фанатом. Выбивать бандитов. Так, что-то я никого не вижу пока. А вот он стоит. Стелс в теме. А все, он меня увидел. Готово. В тайной лагере захватывается. Оно от меня ранило. Я захватил лагерь. Тут чуваки появились. И пульсануло мне тысяч шесть, наверное. Это здорово, конечно. Очередной отряд военных двигается. Бля, военные и на болотах очень хорошо действуют. Я так понимаю, мне нужно поставить какое-то время, чтобы отхилиться. Ну и что-то, блин, мне кажется, слишком активная война разразилась. Я рассчитывал немножко на другую. А что-то прям переборчик, кажется. Ну ничего, посмотрим. Может и нет. Дает водку, болты и говорит, иди. Бля, где костер, пацаны? Надо сохраниться. Есть такое дело. Короче, смотрите мастер-класс от Рудича. Как надо проходить данную местность. Ключ какой-то. Нифига тут деталей. Я что, в Dying Light играю? Деталей масса. То есть крафтить можно. Тайники, правда, пустые. Вот радиация копится. Это плохо. Нахрен сюда. Ну и что, антирад. Где? Быстро. Я, конечно, добыл эту хрень. Мне теперь надо как-то хилиться. На старой. Смотри, что нашел. Выстрелы какие-то. А, это нейтралы повыходили из базы. Нифига, они наваливают. Война полным ходом ширится. А вот, кстати, задание провалено. Кто-то сдох. Наших новичков размололо всех нахрен. Чё? Важный персонаж какой-то. С военными пошел меситься? С ума сошел, что ли? На АТП военные нейтралы бандиты. Блин, это мясо какое-то. Фанат, ты куда пошел, дурень? Ты мне награду не дал. Нет, так не работает. Бегайся тут лужа крови. Опачки. Чё-то нашел даже. Надо, чтобы он разагрился и на базу вернулся. Пока замес немного прекратился. Сейчас надо повазарить. Ну и чё? Наконец-то ты дошел к своей цели. Система быстрого сброса получена. КМБ продолжается найти тайник. Ну, этим я вряд ли буду заниматься. Мне нужно идти на АТП. Нужно военных сжать. Потому что они нас просто так здесь не оставят. Уже агр пошел конкретный. Мне нужна работа. Один сталкер должен был притащить мне кое-какой товар от другого торговца. Только пару дней от него ни слуху, ни духу. В общем, армейские склады. Спасибо. Краины Припяти. Замочить кого-то. 9 нашивых бандитов. Но тут нормальные бабки капают из захвата территорий. Возможно, мы и не будем страдать подобным. ХЗ крафтить некогда. Так что детали в очко. Сколько стоит арт, который я нашел? Аааа, он его не купит. Вот 50 штук стоит. Сахар его надо нести. Оно и логично вообще. Бинт стоит 1200. А я теперь понимаю, почему так много денег за захваты. За артефакт 50 тысяч. Это все понты. То, что я 5000 за захват получил. Погнали на АТП, ребятки. Военные собираются снова в путь, мне кажется. Много их там скопилось. Наши двигаются. Ух ты. Да не один отряд. Вот вместе и двинем. Бандитов там больше нет. Хип. Я надеюсь, ты выживешь. Там еще есть какие-то квесты с тобой, да? Ствол нормальный. Можно купить на базе нейтралов. Я там еще не был ни разу. После АТП как раз можно будет сходить. Мэйби ТОС хоть какой-то купим. Я смотрю, тут такие приколы интересные происходят. Долг пришел на кордон. А вояки уже за насыпи ходят. Насыпь захватили? Элеватор? Откуда он здесь взялся? КПК мне такого не показывал. Что-то наши не торопятся особо. Так, что тут? Порох для пистолетов? Блядь, столько стройматериала. А автомат твой где? Не понял. Он его тупо потерял. Погнали, сколько пошло? Целых два отряда. На карте такое чувство, как будто бы четыре отряда, да? Нифига ведь. Ну вы прикалываетесь, пацаны? Сейчас бы с дробью стрелять так далеко. Наемники и бандиты сформировали альянс. Вот и динамика работает. Так, это работает бабуин. Где я? Кто я? Я что, сдох? Это больше не на псевду похоже, а на ежика какого-то, блин. Что за х... А, вояки прибежали. Спасибо. Обосралась наступление, ребятки. Побежала. Нормально ей. Да их там будто бы целая армия. Бля, и как против такого воевать? Чё-то я не выкупаю. Ух, нихрена. А он ещё и базарит. Понял. Как же их-то много. А если бы у меня была винтовка, то это бы было намного проще. В разы проще. Короче, да, это... Сраный хардкор. Если у меня даже на кордоне такие проблемы. Но, с другой стороны, если я раздобуду нормальный ствол, то там уже будет попроще. Сейчас мы с захвата АТП много получим. Я надеюсь. Ну, по факту, должно быть нелегко. Это всё-таки военные. Кто сказал, что новичок сможет военного размазать с лёгкости? Всё логично. Ещё и с пистолетом, блядь, ну это жёстко. Сраным ПМом. Крупачки, один готов. Чем сложнее даётся тебе эта задача, тем больше потом радости при захвате данной точки. Но меня ранило опять. Блядь, спасибо. Они слева заходят со стороны железнодорожного моста. Как же их много на блокпосту, ёп. Есть подозрение, что придётся покидать скоро юг кордона и переходить на базу нейтралов. Вы не нашли ничего полезного с этого трупа. В смысле? Даже в инвентарь не дали посмотреть. Короче, нашёл автомат какой-то. Вот такую хреновину нашёл. И даже на него патроны есть. Ой, ну чё там мне так хреново? Я не могу. Наверное, я скоро... Ну твою мать. Я в шоке. Куле оно не стреляет. Чё оно не стреляет? Чё за абсурд? Оно жёстко заклинило. Откуда они стреляют? Да уж. Что творится-то? Что творится? Наемники и одиночки ввели о прекращении огня. Пошёл захват АТП, по-моему. Как здорово, когда у тебя ствол клинит. Оказывается-то, АТП хрен возьмёшь. И чё в такой ситуации делать? Кроме как куда-то идти в более простые места и возвращаться сюда уже с нормальным стволом хотя бы. Кхрена себе ты борзый. А найму-ка я пару отрядов со стороны старой фермы. Бля, где? Один, второй, выбрать отряд, послать на насыпь. Ну, иди. Атакуйте, пацаны, атакуйте. Бля. Потому что это жёстко, это очень жёстко. Ну что ж, давайте. Ах ты, бля, дота такая. Ну, этого я убил, а чё дальше? Там же уже армия меня ждёт. Регулярная армия Украины. Ха, отступление. Знаете, так долго шагают, я в шоке. Ну, давайте, наведите шороха уже. Всё-таки думал, быкану нормально всё будет. Да не, ребятки, здесь всё не так-то просто. Просто побыковать не получится. Ну, с помощью своей армии у нас, возможно, что-то получится. Военные, кстати, по всем фронтам такие жёсткие. И на болотах они жмут сильно прям. И на агропроме, вот смотрите, какое количество, ну это жесть. Ну, бандиты, кстати, и Гэ, неплохо так жмут их. То ли не жмут, то ли это остатки просто. Но военные уже идут и на свалку. Ну, если чё, если меня слишком сильно будут жать, сейчас здесь я не выдержу напруги. На что есть намёк? На блокпосту прям жесть. Там опять армия едет. Есть отход, в общем, на свалочку. А потом, если что, можем вернуться. Когда укрепим свои силы. Опять же, никто не говорит, что я прям сейчас обязан сделать это. Захватить АТП, выбить весь кордон от военных, зачистить. О, ну, кажется, я кого-то убил только что, да? Хоть кого-то. То есть, наши отвлекают со стороны насыпи. Тем, что я купил там отряда и выслал на насыпь. А мы воспользовались этим и атаковали АТП. Боже, это гениально. Предупреждаю тебя, если возьмёшь хоть что-нибудь, мы откроем огонь. Ах ты, тварь. Прикол, да? Ах ты, чё-то, чё-то не всех убили. Убейте этого парня, я вас прошу. И чё, опять же, оставь тело, иначе я тебя убью. Ну и мудаки. А в этом есть какой-то прикол. Много не наутаешь. То, что ты убил, то твоё. Наёмники и бандиты сформировали альянс. Ух, нифига, я нашёл репейник. Артефакт какой-то. Там снова какой-то замес. Так, тут жаркий, не забываем. Ух ты, гроза. Старая лампа. Блин, тут столько деталей всяких. И это всё очень круто. Наполнение мира есть, можно крафтить, можно всякое делать. Ну и залечиться мне пора. Вот такую грозу нашёл. Без патронов от неё толку мало. Выносливость повышена. Получил новый левел. Теперь я стал немного меньше потреблять выносливость. Отлично. Диза, откуда прилетела, я не понимаю. На нас опять идут. Ну хоть тебя-то я снесу, ё-моё. Нифига, он пули держит, я в шоке. Одиночки и чистое небо сформировали альянс. Ну как тебе такое? А, понял. Кринет. Стица, ну нихера не работает. Ну, попал. Чё дальше будем делать? Наконец-то он лёг. Ух, тварь. Но тварь-то ещё не добитая. Куда он делся? Здорово, фраерок. Готов. Но этот новичок, этих попроще валить. Мы вроде отбили нападение на АТП. То есть контрнаступление. Мы, по идее, захватили АТП. Ну, я такой задарю на карту. А у меня в деревне новичков трэш какой-то. Я не знаю, откуда там военные взялись. Они начали штурм в деревне новичков. Насыпь сейчас выбьем. Тут ещё какие-то места есть. У меня насобирались бабки. 34 тысячи. Видать, мне что-то дают из-за убийства. Так что сию минуту идём за стволом к Сидоровичу. Ну или Сидоровича нет. Пойдём на базу нейтралов. Там-то должны стволы продаваться. Ну и отхилиться бы. Потому что это жесть. Я себя малёха плохо чувствую. Возьму-ка я найму пару отрядов в деревне новичков, чтобы сдержать эту напругу на АТПшке. Всего-то штуку стоит. Ну и долг с севера, кстати, идёт. Но я не понимаю. Но я не в теме насчёт долга. В долгосоюз с военными или нет? Что это было? Твою мать. Просто налетел. Чел там стонет уже. Мародёрство прокачано. Значит, лутать будем больше. Схера ли меня свои убили? Не понял. Персонажи здесь издают очень страшные звуки временами. Когда стонут или умирают, в общем, очень уж страшно становится. Мне бы путь на базу нейтралов расчистить. Повысить значимость на южный блокпост можно. А то чё-то они слишком сильно быкуют. Надо их усмирять понемногу. Над эпохи найму пару отрядов. Потому что там уже рядом военные, кстати. Это большая угроза. Не знаю, как мне жить. О, СКС-ка. Так это хорошо, слушайте. СКС-ка я уже способен что-то сделать. Атаковать. Алло, нахрен. Где кнопка атаковать? Ладно, пох. Пойду сам. Сейчас на насыпь забыкуем. Я хочу всё-таки наконец-то купить нормальный ствол. Но это жесть. Сидайте мне нормальное оружие, я их раскидаю. Сука. Откуда он взялся? Ты кто вообще? Чёрт. Сраное оружие. Как оно бесит. Ну убил бы сейчас, если бы не закринило. Твою мать. Каждый раз, как пытаюсь пройти через насыпь, меня каждый раз валят. Пойду-ка я обходной дорогой через дырку в стене. Надеюсь, там есть вообще пролом. Понял. Понял. Чё, если пробежать, получится? Ама-ама-ха-сла. Незаконное пересечение. Надо же, у меня даже получилось пробежать. Вот это говно, конечно. Я, блин, не знаю. Старая ферма. Место в КПК отмечено. Я еле приполз сюда. Спасите, помогите. Долг движется к цели. Военные прессуют деревни новичков по-прежнему. Это никогда не прекратится. Так что надо выбивать блокпост. Как я могу это сделать? Ствол нормальный купить. Вариантов больше нет. Что здесь? Стволов нет. Как вы мне предлагаете воевать, если у меня нет оружия нормального? А? Прицел ПУ. Чистое небо и долго обвели друг другу войну. Как вам такое? Я тоже в шоке. Уже интересно в рейтинг посмотреть. Не знаю, попробую поспать. Майби я выхилюсь нормально. Хотя есть сомнения вообще. А, я не устал. Не, что с того. Медицина есть у Сидоровича. Применив что-то, можно полностью вылечиться. Например, ядулин полностью лечит. Сейчас испытаем, как он лечит. Ну да. Одного ядулина мало. Да, еще что-нибудь. О, ну так-то круче. Укололся. Нормально. С этой СКС-кой намного проще будет выбивать военных с расстояния. В общем, смотрите. АТП наш. Насыпь тоже, можно сказать, наша. Но тут неоткуда взялись бандиты. Возможно, с поляны пришли, кстати. То есть, что в следующих видео будем идти на поляну. Но все же Южный Блокпост очень важно выбить также. Поток военных не прекращается. Будем охотиться на вояков, ребят. Первое место. Монолит. Ничего себе. У них существенный отрыв от всех. Даже несмотря на то, что военных огромное количество. Везде просто они. И на кладбище техники, и на Темной долине. На агропроме. На болотах. В Влащине, кстати, их нет. Там Долгцы с бандитами сражаются. Но все же Монолита еще больше. А Монолит в режим лесу. На Радаре. Лиманск. Юпитер. На Затоне еще нет их, да? Да, не, есть. Есть. Но территории у них еще там захваченных нет. Но это дело времени. То есть, с юга у нас очень грозный враг. И Припять у них тоже. Но восточная еще не полностью захвачена, кстати. Ожидается что-то очень жесткое. Продолжение следует. Пишите свои комментарии, как вам данный мод. Данное прохождение. Возможно, я немного тупил, пока разобрался во всем. Я, по крайней мере, теперь понимаю, как мне лечиться. И знаю, что я могу ремонтировать стволы. Очень дешево, на самом деле. Надо еще разобраться, кому продавать артефакты. Нормальные деньги на них можно варить. Ой, бля. Ну это жестко. Это реально жестко. Вообще, не спеша желательно в этот мод играть. Но нам не дают успеть что-либо. Именно военные. Их надо как-то усмирять. Ну и возможно, фиксить настройки военных группировок. Немного медленнее ее делать. Вся активность не дает полностью прочувствовать мод. Мы прокачали сегодня выносливость, выживание, мародерство. Таким образом, меньше урона начали получать. Меньше потреблять выносливости. И больше поднимать предметов с трупов. Сила еще не выросла, но будет переносимый вес немного больше. Множитель урона в ближнем бою поднимется. Это был мод Гамма и прохождение за нейтрала. Это хардкор мод с войной группировок. Возможно, самый красивый мод в сталкере. Возможно, он самый проработанный. В общем, ставь лайк, подписывайся на канал и нажимай на колокольчик. Переходи в телегу и добра тебе. Удачной охоты, сталкерюга. Субтитры сделал DimaTorzok